привет это обзор тренировки на среду и мы начинаем выполнять наше тренировочное задание непосредственно силовой части и у нас первая часть это разминка в которой необходимо дойти до 80 процентов от вашего одноповторного максимума взять и в стойку что мы делаем сначала толчковый подрыв после это взять из виса стойку плюс фронтальный присед давайте посмотрим толчковый подрыв как он выполняется начни с того что ноги на ширине бедер а руки за плечами с крюковым захватом отодвинь колени назад когда встанешь яростно раздвигая бедра и плечами обязательно расположи плечи над перекладиной как ты стоишь пройди через пятки и наконец раздвинь бедра колени и лодыжки вели после этого необходимо будет сделать на взятие свиса в стойку но и ношение плеч хват прямой ход замок штанга идет по бедрам спина прямая и прогнутая руки идут по средней линии акцент больше на пятки грудь поднимается вверх полностью корпус выпрямляется делаем подтяжку руками штанги забрасывая ее на плечи на грудь слегка подседаем полный локдаун когда мы полностью выпрямляем выпрямляемся по одной линии я думаю для тебя это не новость после этого идем сразу пять сетов 33 взять и штанги на грудь в стойку начинаем 77 процентов и необходимо дойти до 87 процентов на три раза все либо ты можешь начать 7 7 и понять до какого веса те необходимо подняться и сам распределить то необходимо веса те необходимы которые прошу прощения те необходимыми сам для того чтобы равнозначно нагрузить себя и подойти к условному укс условному сегодняшнему максимум задания это 87 процентов после этого переходим ко второй части силовая часть взять и штанги на грудь 5 сетов взятие свиса все 85 процентов дальше переходим к мид кону и мид кони сегодня очень простое задание мм на 20 минут где в первую минуту необходимо сделать максимальное количество подъемов ног турнику касанием носочков ног турника именно так чтобы было слышно делать это необходимо в киппинг если ты делаешь строгие имея ввиду что киппингом будет гораздо больше вторую минуту 50 двойных прыжков на скакалке третью минуту максимальное количество отжиманий от пола обычное горизонтальное отжимание в отжиманиях необходимо понять что скорость подъема плеча и скорость подъема таза идет равномерно скажу чтобы было понятно вот здесь принципе все ясно то есть грудь касается пола смотри если . таза вот там где кончается футболка и плеча они одинаково поднимаются вверх нет такого что таз вначале начинает подниматься плечи потом либо наоборот плечи сначала потом таз волной делать нельзя делаем только строгие отжимания то есть именно эти отжимания необходимо и практиковать работать и учиться я думаю здесь все понятно у скайлов облегченный вариант это максимум подъем в корпуса лёжа то есть пола одинарные прыжки 50 раз на скакалке и третью минуту максимальное отжимание от пола здесь уже можно выполнять с колен но точно так же делаем строгими в гимнастике в среду некая табата на три сета где 60 секунд упал необходимо выполнить максимум подъем ног на стену это на был волк то есть упражнение либо волк лимб как она называется вот таким образом загромождаемся на стену здесь носом касаемся стены и возвращаемся обратно выполняем отжимания смотрите когда мы отпускаемся на пол мы не сбрасываем ноги раньше времени многие все время находятся прямые и только в конце уже для того чтобы просто не упасть мы немножко сворачиваем то есть сгибаем ноги в коленках и отпускаемся вниз вот коленки за всеми работают ровно работы только руки это упражнение очень хорошее для развития ходьбы на руках посмотрите куда смотрят пальцы ладоней то есть они смотрят вперед пальцы растопырен и точно так же выполняем строгие строгое отжимы в принципе на этом все после среды ожидается выходные поэтому отработай среду 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 на все сто процентов и потом чисто с тобистью можно отдыхать запиши все свои задания все результаты в электронной дневнике посмотрю за ценю и откорректирую программу на этом все пока пока